В 2016 году в Казанском федеральном университете стартовала программа студенческого обмена совместно с Французским институтом нефти. В рамках совместной магистратуры учащиеся двух вузов могут получить знания в области геологического и гидродинамического моделирования. Первым, кто отправился на обучение во Французский институт нефти, стал магистр второго курса Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ Игорь Огнев. Первый этап отбора проходил в Казанском университете в виде собеседования на английском языке с преподавателями Института геологии. Второй этап заключался в прохождении языкового теста. Пройдя отбор у нас, имея балл по Пайлотсу, мы уже проходили скайпе с преподавателями из Французского института нефти. Они спрашивали также какие-то технические вопросы, в моем случае, и о мотивации. Но также в моем случае они взяли мое CV, то есть резюме, и по каждому пункту прошлись. То есть прям всю историю даже спросили насчет того, почему я там использовал определенные данные в моей дипломной работе. Игорь отмечает, что по сравнению с нашей программой обучения во Французском институте нефти программа очень интенсивна. Одним из отличий является и то, что лекции читают не только преподаватели института, но и сотрудники ведущих нефтяных компаний. В течение двух недель все учебное время посвящается одной дисциплине. Таким образом предметы идут один за другим и разделяются между собой экзаменами. Обучаем основу теоретически, так глубоко, как у нас. То есть, например, у нас есть такой предмет, где физические исследования скважины, говоря, опустяем прибор в скважину и измеряем физические свойства пластов. У нас давали более глубоко теоретическую подготовку, физические основы различных методов. Здесь об этом упоминают только в сквозь. Здесь сразу мы берем результаты, данные и сразу работаем с ними. Не раз упоминалось и о важности иностранного языка во время обучения за рубежом, ибо знания английского в академических рамках недостаточно. Первое – учиться. Второе – английский язык. Третье – искать средства. Средства, да, потому что тут ничего бы не дешевая. Средства есть, ну, просто ключей, ну, два основных – это вот Алгорыш у нас в Патерстане, или какие-то другие, может быть, правительственные гранты, и спонсорская помощь. Много людей здесь учатся благодаря спонсорской помощи от различных нефтяных компаний. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ ежегодно расширяет перечень вузов-партнеров. Новые возможности перед студентами открывает ИСАЕ «Эко-нефть». То есть, возможностей для персонального, академического и карьерного роста сегодня великое множество. Нужно лишь немного смелости и предприимчивости. Диана Шилова, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова